Сообщаем, в связи с удорожанием продуктов и сложившейся экономической ситуацией в стране, повышаем стоимость питания за одного ребёнка в день с 250 до 280 рублей с 1 апреля текущего года. Эта вынужденная мера позволит сохранить качество питания. Такое сообщение пришло в родительский чат одного из городских детских садов от поставщика питания. Сад имеет семь филиалов. Как утверждают сами родители, цены за последние полгода повысили уже второй раз. Уважаемое руководство детского сада, мы против повышения цен на питание. Не прошло даже и полгода, снова идёт повышение на питание. Без уведомления и согласий. Вы нас просто ставите перед фактом. Как нам быть? Ещё и субсидированный сад. За год оплата повысилась почти на 1800 рублей. Протесты родителей не смогли изменить ситуацию. Как и само руководство детского сада. Объясняют. Зависят от комбината по питанию. А вас самих эти условия устраивают? Ну нет, конечно. Но, видите, мы отказаться не можем. Хорошо, мы от него откажемся. И осадимся с чем? Ни с чем. Мы кормить детей не можем, так как мы не имеем права сами готовить. Как быть? Комбинат поставляет еду десяткам частных дошкольных учреждений Улан-Удэ. По подсчётам руководства, плата за питание одного ребёнка в день должна составлять 350 рублей. Но предприятие якобы даже уступает клиентам и поднимает цены вместо 100 рублей всего на 30. Свыше 20 поставщиков у нас только. И у всех наценка идёт на услуги и на продукты. Пытались обратиться за поддержкой. Ну, нам сразу сказали, что вы бизнес. Мы пытались обращаться в комитет по образованию. Мы пытались обращаться в министерство образования. Большинство частных детских садов в республике получают субсидию по 6 тысяч рублей на ребёнка в месяц. В ней предусмотрены присмотр, уход и питание. Родители по постановлению правительства должны доплачивать около 3 тысяч рублей. Но в новой ситуации придётся отдавать вдвое больше. Эти вопросы, то, каким образом в этих условиях дальше работать, решаются в правительстве Республики Бурятия. Повышения родительской платы в частных дошкольных обязательных организациях не будет. Мы такого рода случаи, конечно, сразу же рассмотрим в оперативном порядке. Обсудить сигнал о повышении цен представителя Минобраза планируют в конце недели на совещании в правительстве Республики. Екатерина Тен, Данила Жаркой, телекомпания Оригус.